всем привет меня зовут ника и сегодня мы с вами будем ставить программу я думаю что постановка программы для фигуристов любителей всегда является довольно таки серьезной проблемой потому что если с профессионалами и с детьми работают специальные тренеры там хореографы то для любителей это зачастую задачи для них же самих и для многих является большой сложностью придумать себе программу начиная от выбора музыки заканчивая подгоном под какие-то стандарты в этом сезоне я хочу поставить себе новую программу вам свою первую программу мне помогала ставить тренер на отдельных таких тренировочках а все оставшиеся я взяла на себя потому что мне хотелось придумать что-то свое и придумать что-то такое сложненькое то что будет очень нравится мне я всегда хочу ставить свой максимум какие-то самые сложные элементы которые я умею в этот раз я буду ставить себе программу по третьему юношескому разряду на ближайшие соревнования мне нужно прыгать аксель и одинарные прыжки крутить лебулу и волчок а чтобы вам под поставить программу для начала нужно определить с тем на какой разряд вы идете даже если вы любитель вы можете взять произвольный набор элементов тот что вы хотите показать это могут быть прыжки самые разные вращения которые вы умеете делать она тоже соблюдайте баланс не нужно составлять программу из них вращения ли задних прыжков это все должно быть в каком-то с размерном количестве можете взять за основу действительно разряды для них требования либо же категории если вы идете на соревнования то оставьте себе цельный сезон какому разряду вы будете допустим стремиться работать и тоже уже составляйте макет для программы чтобы ее можно было модифицировать для следующих разрядов следующим этапом будет выбор музыки здесь все на самом деле очень очень сложно будете ее переслушивать просто до дыр для того чтобы сначала нарезать затем программу придумать поставить отработать и катать ее ну практически в основном весь сезон выбрать себе композицию очень простая задача лично мне для программ всегда хочется что-то очень классное что-то подходит под лед под скольжение на нем чтобы движение выглядели хорошо органично чтобы я успевала за музыкой и чтобы все выглядело просто органично а я первый год своего обучения взяла довольно таки нежную музыку и у меня есть под нее такое красивое просто божественное белое синее платье я подумываю взять композицию я прям вижу движение на льду мне кажется она будет очень хорошо ложится и как раз под платье подойдет я у меня очень мечется выбор между чем-то очень энергичным с каким-то черным костюмом прям с интересными деталями декором но это больше наверное показательные какие-то а для основной программы я хочу взять вот эту вот композицию с музыкой определились с разрядом мы определились теперь нам необходимо музыку подогнать под временные рамки для 3 юношеского разряда музыка должна быть не более двух минут десяти секунд то бишь две минуты плюс минус 10 секунд можете взять минуту 50 вы тоже смотрите под свои критерии если вы делаете программу для показательных вы можете не так сильно париться с хронометражом но не берите слишком длинной композиции потому что вы очень устанете катать и к тому же она может быть одинаковая такая однотипная скучная и придумать что-то под нее будет довольно таки сложно выберите такую композицию из которой можно допустим вырезать какую-то часть чтобы она стала покороче покомпактнее в основном ведь все песни по 4 минуты некоторые по пять но я говорю про песни на там со словами с куплетами и так далее какие-то вот классические композиции они до могут быть покороче просто слушая музыку сразу понимаете что эту часть я вырежу вот эту сокращу из это я возьму эту часть и на сердце когда на такую кульминацию оставлю вот этот кусок то есть изначально музыку уже делите на какие-то отрывочки и примерно уже представляете что вы будете делать во время вот этого вот звучание то есть дорожка вращение прыжок какой-то акцент представляете вообще ляжет ли она на лед потому что если это будет ну какой-то набор звуков то вы вряд ли что-то хорошее под это подставите и вряд ли это будет классно смотреться оценивайте также свои силы то есть не берите слишком быструю музыку если вы не умеете быстро ездить на льду шустро выполнять элементы вас просто музыка это подавит и будет смотреться очень невыгодно не берите слишком медленную музыку также если ваши движения очень резкие то есть музыка должна соответствовать вашим движением вашему какому-то стилю катания это тоже все очень индивидуально и я советую обращать на это внимание чтобы ваше выступление действительно смотрелось зрелищно и органично теперь мне нужно определиться с контентом в основном описание таких разрядов они устанавливают рамки элементов то есть допустим для юного фигуриста нельзя прыгать с динарный аксель но какие именно динарные прыжки в боте прыгать там не ограничивается соответственно продумайте что вы вообще хотите исполнять в программе а прям пропишите элементы такой список так как моей большой целью является стабилизация акселя я конечно же буду ставить его в программу пишем все элементы то есть пишем аксель аксель тулуп риттбергер волчок или было также хореографическая дорожка это вот те элементы то тело программы которые мне обязательно нужно поставить для того чтобы вообще программу зачали на соревнованиях допустим да то есть по сути программа состоит из исполнения вот этих вот элементов обязательных и составление их в какую-то такую цепочку которая плавно перетекает друг из друга то есть эти элементы не нужно выполнять все первой половине а во второй просто ну на месте стоять до нужно все распределить равномерно чтобы было интересно смотреть программу и чтобы вы ее физически вообще могли осилить потому что если вы выдохнетесь в первой половине программы 2 вы будете докатывать уже плохо без сил и можете даже запороть какие-то прыжки которые у вас допустим не сильно стабильным ставив эти элементы нужно подумать и подогнать их под кусочки вот берем листок пишем вот волчок пишем секунда такая а по секунду такую но условно на волчок я выделю секунд 10 а я прикидываю по музыке когда он не подойдет примерно где у меня будут на него силы точно так же и с остальными элементами то есть вы должны рассчитать свою нагрузку и расставить по акцентам прыжок да можно сделать прямо на такой границе где из какой-то медленной части начинается более энергичное чтобы как раз ваш выезд допустим пришелся на вот это вот развитие музыки это будет очень интересно и выгодно классный акцент будет главное не упасть кроме того ужасно ужасно важная вещь это прямо расчертить ледовое поле и прямо смотреть где вы будете выполнять элементы во первых они должны быть хорошо просматриваемые сути и плюс к этому ваша программа должна охватывать большую часть ледовой площадки кажется больше 2 3 для дорожки это обязательно то есть если вы там покатаетесь где-то с краешку хоть вы все это идеально выполните вам не засчитают ее заминусуют потому что вы не пользуетесь пространством это тоже очень важно поэтому прямо рисуем нашу ледовую арену разрисовываем полосочки чтобы ориентироваться и прям прорисовываем свои шаги куда мы будем ехать это и поможет вам для создания гармоничного рисунка чтобы вы не ездили по кругу в одном направлении так и для составления дорожки чтобы вы прикидывали хватит вам мест или не хватит нужно что-то добавить растянуть или наоборот убрать конечно программу лучше ставить на ледовом дворце то есть когда вы уже непосредственно на льду будете кататься и уже сразу выполнять это все чем поставить переехать на лед и потом все переделывать но такова учишь человек у которого лед не в таком-то легком доступе все свои программы сначала ставлю на полу а затем переношу на лед важно учитывать свою скорость на полу скорее всего вы будете выполнять все быстрее нежели на льду соответственно прикидывайте там пару секундочек иногда между элементами чтобы вы вообще смогли остановиться сориентироваться понять куда вам нужно дальше ехать для рисунка и на такой знаете форс-мажор падение там какая-то заминка тоже чтобы у вас все это более или менее оставалось в структуре вот что еще сказать хореографию нужно придумывать перед зеркалом можете просто сначала включить музыку поставить камеру и поимпровизировать посмотреть какие движения вы можете делать под эту музыку то смотрится у вас естественно и потом что-то оставить что-то убрать что-то взять на заметку для вдохновения я посмотрю пару прокатов фигуристов посмотреть какие-то фишки скольжения день для выездов можно взять для заходов стоит их продумать и поставить уже в программу ты тоже очень сложно будет это требует отработки но в случае успешного выполнения это будет смотреться круто вот ну все я буду сочинять себе программу и завершающим этапом постановки программы будет отработка этой самой программы на льду и кажется самый сложный этап требующий больше всего усилий и кропотливой работы и терпения чтобы вы поувереннее себя чувствовали на льду на первых тренировках когда вы будете только отрабатывать начинать эту программу я советую взять с собой листочек с вашей программы с рисунком чтобы когда мы что-то вдруг забыли вы могли быстренько все вспомнить и продолжить откатывать ваш макет и здесь я могу вам дать советы во первых это конечно же доведение до автоматизма вашей программы на полу если вы будете хорошо помнить последовательность элементов хотя бы такой знаете каркасик самый основной то вам на льду уже будет легче вспомнить какие-то связки выезды и так далее потому что ну например программа если длится две минуты то в ней ты буквально успеваешь только приходить от одного элемента к другому соответственно достаточно запомнить лишь последовательность элементов и в принципе программа уже более или менее голове у вас отложится также можно накатывать программу не всю сразу целиком а хотя бы какими-то кусочками пример если вам дают задание отработать прыжок то берите сразу кусочек из вашей программы с этим самым прыжком отрабатывать его с вашим заходом иногда пытайтесь что-то усложнить чтобы получить плюсики на соревнованиях например потому что то что вы поставили на полу может значительно видоизмениться на льду и не стоит этого бояться это очень частая ситуация когда на льду все получается не совсем так как вы планировали на полу либо для вас это слишком сложно неудобно либо не хватает места или же наоборот все идет в каком-то одном направлении к примеру этап редакции на льду он вполне естественен когда вы начнете уже вкатывать программу вы поймете удобно на для вас или нет сложно или она для вас либо есть моменты которые можно усложнить для зрелищность для плюсов надбавок каких-то и так далее со временем вы можете увидеть какие-то другие фишечки либо придумать новые хореографические элементы и спокойненько вставить вашу программу главное запоминайте свои изменения это тоже фиксируйте на листочек чтобы ваша переработанная версия осталась уже в качестве финальной итоговой можете попросить или самим попробовать записать исполнение программы на льду и отрабатывать сначала я вам советую без музыки то есть чисто шаги чисто последовательные связки и так далее от начала до конца почему без музыки потому что под музыку вы будете торопиться волноваться если вы где-то пропустите не успеете в акцент то вы собьетесь и музыка продолжит идти вы уже потерялись вы сбились и все придется либо начинать сначала либо уже продолжать путаться если вы будете без музыки вы просто не спеша пути вспоминать все последовательности и так постепенно придете к исполнению уже под композицию ваш в общем то мне кажется все самое сложное это конечно же отработка на льду потому что это и развитие выносливости и развитие вашей способности забрать все элементы не по отдельности а в связке в длительной довольно таки последовательности поэтому не опускайте руки если все не получается с первого раза любой отрывок любой момент можно подкорректировать отработать поэтому просто не переставайте работать под вашей программой и у вас обязательно все получится в общем если вы ставите себе программу я желаю вам удачи и вдохновения главное запастись терпением потому что создание программы очень творческий процесс поэтому подходите к нему с хорошим настроением с хорошим настроем и все обязательно будет классно но я с вами прощаюсь большое спасибо вам за просмотр этого видео я надеюсь что вам понравилось и оказалось полезным подписывайтесь на мой телеграм-канал нем я выкладываю последние новости и разделюсь моментами своей жизни с вами с моими подписчиками спасибо что меня смотрите что оставляете свою обратную связь свои комментарии и все читаю и очень ценю встречи в следующих видео пока